Особое мнение на 101FM И сразу могу сказать, что может быть оно у меня совсем и не особое будет, а как раз совершенно общее и понятное Тогда мы переименуем особое мнение в интервью, например Давайте так, чтобы Максим Сергеевич четко обозначил, что он сейчас высказывает официальную позицию, правильно я понимаю, да? И никакой отсебятины Что такое официальная позиция, я не знаю У нас общественная палата, это общественная структура Мы члены общественной палаты Выполняем свои, собственно говоря, задачи функциональные решаем Выполняем свои обязанности совершенно без какой-либо оплаты Не являемся государственными чиновниками И не получаем ниоткуда никаких таких указаний Поэтому в каком плане официальная То есть чуть-чуть особого мнения можно высказать Я выступаю от лица своей рабочей группы Рабочей группы общественной палаты Российской Федерации Которая является общественной организацией Да, и именно о ней мы будем говорить сегодня с вами Потому что надо сказать нашим слушателям, что программа идет в записи Встречаемся мы на прошлой, получается, неделе Встречаемся мы в четверг Четверг сегодня? Среда Среда 30 августа А слушаете вы, соответственно, в понедельник Почему встречаемся 30 августа в среду? Вы спешите жить, и это хорошо Да, потому что состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты Кировской области Которая наблюдает за избирательными правами граждан в Кировской области Я была впервые на этой рабочей группе и рада была с вами познакомиться Очень много новой интересной информации узнала Но прежде всего, что я хотела бы о чем подробности выяснить Это о том, почему же все-таки когда-то Общественная палата Российской Федерации Озаботилась тем, чтобы создать подобные рабочие группы Потому что сегодня вы на круглом столе упомянули, что в 2012 году Аж в 2012 году появились первые такие рабочие группы В Кирове, в Кировской области она впервые создана в этом году Спустя 5 лет Ну, вы знаете, ответ очень простой Общественная палата Российской Федерации занимается тем, что волнует гражданское общество Что вопросы, которые волнуют, имеют общественное значение И тогда еще, еще 5 лет назад, естественно, общественное наблюдение за выборами Общественный контроль за выборами тогда волновал И сейчас, собственно, волнует наших граждан И поэтому мы этим и занимаемся И не только мы, и, может быть, даже и не столько мы Сколько занимаются наши общественные палаты в регионах И в большом количестве регионов вот такие группы Они созданы были действительно давно, еще в 2012 году А в некоторых еще и раньше они этим занимались В каких-то общественных палатах действительно они воссоздаются Или создаются заново Вот в общественной палате и Кировской области такой группы не было И я очень благодарен моим коллегам, руководителям общественной палаты И членам этой рабочей группы, что они создали эту группу И что они активно ведут свою работу Вот, как вы видели, была представлена уже и тексты памятки общественных наблюдателей Я посмотрел, там действительно вполне содержательные вопросы Может быть, я не знаю, просто подозреваю Я там предполагаю, в Кировской области довольно спокойно проходили избирательные кампании И поэтому не возникало такой необходимости А может быть, это какая-то инициатива сверху? Общественная палата Российской Федерации проанализировала опыт работы таких групп И рекомендовала коллегам создать на местах повсеместно Вы знаете, ну, еще в 2012 году, даже в 2011 году, безусловно, мы рекомендовали Но я сейчас говорю не об общественной палате в целом, а лично о себе, о моих коллегах Мы, конечно, рекомендовали создавать такие группы и наблюдать за выборами Потому что нам, безусловно, нужен общественный контроль за выборами И это было сделано еще тогда Что касается ситуации в Кировской области Мне здесь сложно судить Но я могу сказать, что когда еще Никита был, Никита был и был На одном из мероприятий в Москве мы встречались И еще тогда, еще с ним обсуждали вопрос общественного наблюдения за выборами И он еще тогда говорил о том, что это нужное дело действительно несерьезное То есть этот вопрос, я бы сказал, здесь вот члены общественной палаты Кировской области На мой взгляд, занимались этим давно Но в каком вот уже формальном плане, вот такого юридического, так сказать, оформленного в виде Созданной рабочей группы, решением у вас совет, да, или президиум палаты Но уже официально создана она была только сейчас Хотя, наверное, можно было бы это сделать раньше По крайней мере, обсуждали мы этот вопрос давно Давайте теперь слушателям наглядно представим вот эту картину Кто эти люди, которые входят в подобные рабочие группы И чем они, собственно, занимаются Знаете, здесь ответ очень простой Это, как правило, авторитетные представители гражданского общества региона Это руководители, представители общественных организаций В том числе и организации, которые занимаются наблюдением за выборами Сразу хочу оговориться, что мы здесь не ограничиваем какой-то список организаций У нас нет никакого деления на своих или чужих Разные люди, разные организации с разными политическими взглядами Занимаются наблюдениями за выборами Если они это делают профессионально Если они проверяют информацию, которая от них идет Если это действительно содержательные вопросы То есть действительно связанные с нарушениями Нарушениями со стороны различных кандидатов Или со стороны государственной власти Если у нас есть понимание, что где точно и когда это произошло Не просто, понимаете, вот заявление какое-то Мы с таким встречались, когда люди говорят Вы знаете, вот мне кажется, там вот были нарушения А какие нарушения? А какие не знаю Но все равно уверен, что были Вот это неправильный здесь подход А когда мы знаем, что люди действительно отслеживают Досконально зная юридическое законодательство И избирательные права граждан Отслеживают ситуацию Это возникает очень мощный инструмент И очень мощный инструмент В том числе и предупреждения нарушений Потому что если участники избирательного процесса знают Что общественность серьезно за этим наблюдает То никакой из кандидатов просто не позволит себе нарушать Зная, что его авторитет за счет этого очень сильно пострадает И, собственно говоря, результат в политическом плане Будет для него намного хуже Чем если бы он не нарушал никак Вот наша задача создать такой инструмент Общественного общества Общественного гражданского общества инструмент Прежде всего, конечно, регионального гражданского общества Чтобы в своих регионах Любой участник политического процесса Понимал, что нарушать избирательное законодательство нельзя И в случае таких нарушений Ущерб будет больше, чем если он выиграет при нарушениях Сейчас в процессе наблюдения За соблюдением избирательных прав граждан Прямо на избирательных участках Работают наблюдатели, которые представляют Кандидатов, которые представляют партии Почему возникла такая необходимость Не обязать, а предложить Невозможно обязать членов общественной палаты Делать что-то, да Раз мы на общественных началах там участвуем Предложить поучаствовать активно все-таки в наблюдениях Почему возникла такая необходимость При том, что мы знаем, что в свое время Достаточно активно занимавшаяся защитой прав избирателей Движение «Голос» практически была лишена доступа на избирательные участки Хотя люди, которые занимались этим Профессионально обучались наблюдать Вот такой у меня вопрос Правильный вопрос Ну, во-первых, от того, что они были лишены возможности наблюдать Вот та организация, которую вы сказали Это абсолютно неправда Эта организация, она очень активно продолжает наблюдать И более того, госпожа Шибанова Она является членом Совета по правам человека При президенте Российской Федерации И буквально недавно были до выборов в Ярославской области На соблании Ярославской области Они очень активно там работали И мы сидели за одним столом с госпожой Шибановой И обсуждали Это была, кажется, называется мониторинговая группа Или мобильная группа Совета по правам человека Оттуда были Шибанова и Игорь Борисов И вот мы все сидели за одним столом И обсуждали, собственно говоря, наблюдение И вели там процедуру наблюдения Поэтому, мне кажется, вот эта организация «Голос» Она, безусловно, из одной организации Они переформатировались чуть ли не в десяток различных юридических лиц Но при этом они активно участвуют в наблюдении И при этом, по-моему, они даже и за зарубежными выборами наблюдают У них какие-то контракты были Или договоренности Мне сложно судить по наблюдению в, так сказать, других странах Не знаю уж, кто оплачивает Может, они бесплатно делают Это неважно Да, в любом случае, мне кажется, как раз «Голос» остается активным участником И активно наблюдает И более того, сейчас они это делают с мандатом Совета по правам человека При президенте Российской Федерации И это хорошо И это хорошо И это хорошо Вот я принципиально хочу заявить о том, что наш подход Что чем больше организаций, структур, которые наблюдают С разными политическими, с разными подходами То тем лучше Потому что есть разные ситуации Есть разная ситуация, когда много разных организаций Но, понимаете, здесь важно что? Важно, чтобы они имели возможность друг с другом нормально общаться Не на уровне «ты дурак» Нет, ты дурак, понимаете? А на уровне содержательного диалога Вот, кстати, мне кажется, что Эле Памфиловой сейчас во многом удалось создать Такую атмосферу вокруг избирательной комиссии Такого содержательного диалога Где люди разных взглядов Они могут друг с другом находить, так сказать, общие точки соприкосновения Обсуждать какие-то конкретные вопросы С изменением избирательного законодательства С процедурой наблюдения на избирательных участках То есть обсуждать конкретные вопросы Не какие-то политические позиции Да, там друг друга обвинять, например А обсуждать конкретные нарушения, например Тоже это важнейший вопрос Это интересный вопрос Вы сегодня на рабочей группе озвучивали Что позиция главы ЦИК абсолютно четко выражена Она вот как раз говорила то, что вы сейчас нам рассказали Что чем больше общественных наблюдателей будет, чем больше заинтересованных людей Будут работать на избирательных участках, тем чище будет наша избирательная компания Это и наша позиция Мы сейчас прервемся буквально на полминуты После чего продолжится особое мнение с Максимом Григорьевым Заместителем руководителя рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации По мониторингу избирательных прав граждан Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона работает Светлана Занько Напротив меня Максим Григорьев Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации По мониторингу избирательных прав граждан Так ограничусь представлением сейчас уже после перерыва Потому что именно об этом мы говорим Напоминаю, кто только что подключился, что Максим Сергеевич в городе Кирове Находится с визитом в Общественную палату Поскольку впервые в Кировской области в Общественной палате Была создана такая же рабочая группа Как вот на уровне Федерации по соблюдению избирательных прав граждан И мы разбираемся, зачем она создана Как будут работать в ней общественные представители И остановились на том, что общая позиция и Общественной палаты И Центрального избирательного комитета Центральной избирательной комиссии Центральная избирательная комиссия такова Что чем больше общественных наблюдателей на выборах Тем чище эти выборы будут проходить Я бы здесь допомнил, что и такая же позиция Совета по правам человека Мы буквально вчера с Михаилом Федотовым беседовали И тоже обсуждали о том, как мы будем взаимодействовать с их группами по наблюдениям Это абсолютно нормально Вот это очень хороший вопрос Вы как раз до перерыва отмечали, что взаимодействие должно быть конструктивным Не должно быть агрессии Не должно быть каких-то нападок, выяснений отношений Все должны работать на одну цель Я не зря привела в пример голос Потому что я знаю, что членов этой команды готовят профессионально Они постоянно посещают какие-то семинары Это не так У них есть обучение Вы меня простите, что я вас перейду Мне местные представители так рассказывают Вам, наверное, это как? Ну, понимаете, они должны так рассказывать Было бы, наверное, неправильно Если бы они говорили больше о своих каких-то местах Вы знаете, я, наверное, скажу так Вообще вопрос наблюдения, он очень непростой Я участвовал в наблюдательных миссиях от Российской Федерации В международных миссиях по наблюдению в различных странах И от Российской Федерации участвовал в том числе в миссиях по наблюдению АБСЕ И даже на этом уровне, хотя, казалось бы, но АБСЕ серьезная организация Очень много вызывает вопросов к их процедуре наблюдения А самое главное даже к выводам Например, мы знаем, что АБСЕ, когда проводит миссии наблюдения Достаточно часто это бывают сотни людей, которые приезжают Долговременные наблюдатели, которые несколько месяцев в стране находятся Кратковременные наблюдатели, которые приезжают, сотни людей Разработаны вот эти вот пакеты документов Но я лично видел, когда те документы, которые шли от наблюдателя Они еще не были сданы Их еще не успели АБСЕ или БДИПЧа-БСЕ обработать А уже вывод был миссии наблюдения БДИПЧа-БСЕ О том, что выборы прошли хорошо Или, например, плохо То есть совершенно очевидно, для меня, по крайней мере Совершенно очевидно, что есть у них некоторые Политические задачи обозначить А наблюдения носят уже характер такого, знаете, обеспечения Этого процесса Я рассказываю не потому, что они плохие Они неплохо работают, много они делают правильно Где-то они ангажированы Но у них задачи, так сказать, такие У них политические есть вопросы Я к тому, что даже когда это сотни оплаченных, так сказать, людей Сотни серьезных людей, которые, так сказать, прошли определенную подготовку Бывает, это не работает так, как хотелось бы Теперь, что касается наблюдателей Я не буду сейчас даже об этой конкретной говорить организации От разных организаций Очень часто оказывается, когда людей-то набрали А люди все-таки, они не получили достаточное количество знаний И это большая проблема Потому что, ну, каждая организация, наверное, пытается Как можно больше охватить наблюдения Показать больше людей Естественно, как правило, это волонтеры Им это не оплачивается И вот в стремлении большее количество людей привлечь Часто эти люди не обладают необходимыми знаниями Есть и другие примеры Есть примеры ангажированности Мы, например, не хочу называть название этой организации Говорить, ну, скажем так, одной из организаций Кто знает, так сказать, он поймет Вот были выборы, например, в несколько лет назад Почему давно это уже было Например, мэра Красноярска Вот мы обнаружили, что штаб наблюдения этой организации Штаб наблюдателя находится в одном помещении Со штабом одного из кандидатов Который идет на выборы И еще вот такого специфического человека Которого звали Анатолий Быков Наверное, знаете, да И к нему, в общем, специфическое достаточно отношение В общем, корни его, так сказать, понятно и известно Понятно, что быть одновременно Нахождение миссии наблюдателей В одном помещении с кандидатом Это абсолютно невозможно для наблюдения Совершенно просто противоречит идее независимого наблюдения Ну а уж, собственно говоря, такого вот Человека, как Анатолий Быков, уж точно Не буду называть эту организацию В интернете, может быть, найдете были заявления в мае в свое время Я вам другой приведу пример Вот только что на довыборах в Ярославской области Привожу, он есть Ваши слушатели могут посмотреть твиттер Мой твиттер, Григорий ФМС найдут Я там описывал ситуацию Мы приезжаем на один из участков А до этого мы видим, что в интернете распространится Что на этом участке подкуп избирателей идет Естественно, первое, что мы делаем Мы туда выезжаем Естественно, уже думаем, как связаться с правоохранительным органом Подключить полицию Разобраться на месте, так сказать, арестовать Если это идет явное нарушение Приезжаем Сначала не можем понять, значит, кто об этом заявил Потому что никто не видит такого Мы не видим И никто из наблюдателей не видит Потом мы находим Есть молодой человек Который говорит Да, это я заявил Хорошо, давай, показывай Все, мы звоним в милицию Мы берем их прямо на месте И рассказывает Он говорит, вы знаете, их нет уже Но вот зашел человек на избирательный участок В состоянии алкогольного опьянения Он проголосовал А потом пошел через двор к машине Подбежал какой-то другой человек В состоянии алкогольного опьянения Они начали друг с другом драться Он говорит, ну хорошо, понятно Наверное, это хулиганство Но где нарушение Кого хватать-то? Уже полицию Я уже звоню в полицию Говорит, вы знаете, я уверен Что он шел в эту машину Получать деньги за голосование Я говорю, ну да, товарищ На уровне интуиции, что называется То есть, я понимаете Здесь еще в чем вопрос Есть люди, которые используют это Как инструмент политической борьбы То есть, различные кандидаты и партии Пытаются друг друга скомпромиссировать Чего избежать невозможно Чего, безусловно, избежать невозможно В предвыборной борьбе, конечно Действительно, в предвыборной борьбе Ну, используют там К сожалению, используют там любые методы Вон, посмотрим, выборы Трампа Которые были Повсеместно такая Смотрите, президент Соединенных Штатов Напрямую заявляет В двух штатах Соединенных Штатов Были полностью сфальсифицированы выборы Причем это не кандидат Полностью сфальсифицированы Абсолютные нарушения Вот прямым текстом Президент Соединенных Штатов А его оппонент говорит Что вообще сфальсифицированы выборы Нет, по-моему, Хиллари Клинтон не говорит об этом Что Россия повлияла Россия повлияла на результаты выборов Да, 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 она говорит, что Россия Да, совершенно, что во всем виновата Россия Хилл и Клинтон говорит. Но что касается фальсификации, это все-таки разные вещи. Одно дело ссылаться на, так сказать, Россию, которую пытаются, значит, вешать, так сказать, все, что только можно. Ну, в общем, все понимают, что это ложь абсолютная. Вот. Ну, а другое дело, когда президент говорит, что просто результаты выборов в Соединенных Штатах, в двух штатах были сфальсифицированы. Максим Сергеевич, я к чему вопрос-то задаю? Я сейчас возвращаюсь к ситуации. Сейчас вопрос-то я к чему задала? А потом отвечу полностью на ваш вопрос. Так вот, есть здесь разные категории, да, вот таких наблюдателей, псевдонаблюдателей, или, может быть, вот тех, кто просто, ну, недостаточно независим в своих суждениях. Есть те, которые участвуют в политической борьбе, чтобы обвинить других. А есть такие люди, знаете, вот такие, ну, может быть, экзальтированные, которые, вот им смотришь белое, они говорят, да нет же, черное, вы смотрите, вот я же уверен, там вот сзади стоят фальсифицированные. Говорят, где? Ну, вы знаете, может быть, они были, но убежали. Или, вы знаете, вот этот человек, я уверен, что он не успел сделать что-то плохое, но хотел сделать. То есть появился целый класс таких наблюдателей, которые вот точно ожидают, что что-то должно произойти. И то, что они что-то не увидели, они чувствуют, что что-то они не доделали. Надо же найти, как тут фальсифицируют. И вот таких примеров достаточно много. Вот все эти примеры, это неправильный пример поведения наблюдателей. И вопрос из этого, истекающий. Во-первых, как научить правильно наблюдать? Потому что вот сейчас, даже несмотря на то, что мы, обсуждая на рабочей группе в общественной палате Кировской области, выдвинуто было предложение такое, да, как у нас озадачили членов общественной палаты, чтобы мы тоже проявили себя как наблюдатели на участках избирательных, и даже вот подготовили там памятку и так далее. Но памятка, на мой взгляд, она многого не решает. Чтобы быть грамотным наблюдателем, нужно хорошо знать избирательные права собственные, как минимум, и нужно хорошо понимать, как реагировать на любых людей, которые находятся на избирательных участках, и как вообще вся эта история устроена. Уровень вот такой грамотности гражданской, вы сами можете поставить оценку, какой у нас в стране. Мне кажется, очень невысокий. Вы знаете, я думаю, что если ставить такой же уровень грамотности в Соединенных Штатах, она, кажется, еще и ниже. Примерно такой же. Вот то, что мы сейчас смотрим, то, что там происходит, мне кажется, там вообще грамотности совсем плохо. Максим Сергеевич, насчет наблюдателей, чтобы это не превратилось все в историю, когда кто-то склонен к конспирологии, как вы рассказываете, кто-то отстаивает, как раз те, которые отстаивают права и интересы кандидатов, мне понятно совершенно, у них свое место, они должны быть. А вот все остальные в большом количестве общественники, которые сейчас призывают стать наблюдателями, как-то бы поосторожнее, может быть, с этим быть? С чем? С общественниками поосторожнее? С призывами такими станьте наблюдателями, потому что видите, какие бывают эксцессы. Да нет, но я думаю, как раз, чем больше людей участвует, тем большее количество людей, оно все-таки получает какую-то подготовку. Я не верю в то, что вот такие экзальтированные люди, они вот, тот пример, который рассказал по Ярославлю, что они, знаете, что это все 100% или 50%, и я даже не верю, что и этот молодой человек таким же останется. Я уверен, что после того, как мы с ним побеседовали, как разобрались, он подумает, и в следующий раз так не будет действовать, он постарается действительно находить, где происходит какое-то нарушение закона. Я к чему же говорю? Чем большее количество людей наблюдает, пытается честно разобраться в этом, без какой-либо вот такой экзальтации, или наоборот, привнесения каких-то таких неправильных, так сказать, элементов, я имею в виду работы на какие-то политические партии, тем больше человек все-таки знакомится с какими-то юридическими азами. Может быть, не читая, если он не хочет. Хотя лучше всего, конечно, изучить избирательное законодательство, но мы понимаем, что это серьезно задача, это не каждый юрист еще, ведь юристы есть специальные, которые знают, всю жизнь занимаются именно избирательным законодательством. Да, человек, получивший юридическое образование, без изучения этого вопроса, он не будет полностью компетентен. Конечно, наши наблюдатели, волонтеры, которым никто не платит, естественно, они не смогут такими же обладать знаниями, как юристы в этой сфере, которые всю жизнь этим занимаются. Поэтому наш подход такой, что чем больше людей этим честно занимается, тем больше людей будет овладевать этими юридическими хотя бы азами знаний. Они поймут, как работают избирательные комиссии, как происходит подсчет, что происходит. Одни выборы, вторые, а на третьей они уже будут разбираться, они будут понимать, какие вопросы задавать, что можно делать, что нельзя, согласно закону. У нас были примеры, ведь когда такие наблюдатели, например, они мешали подсчету голосов, они прямо вмешивались и говорили, что нет, мы арестовываем, хотя это не имеют права делать. Потом оказывалось, что они тоже что-то там напутали, например. Да, такие тоже были примеры. Вот здесь, чем больше людей будет честно участвовать, тем больше будет уровень правовой грамотности, тем больше будет вот этот общественный инструмент наблюдения существовать и крепнуть, и тем больше, естественно, будет отсутствие каких-либо нарушений, потому что я с этого начал, каждый из кандидатов будет понимать, что попытка как-то сфальсифицировать приведет к такому удару по репутации, что лучше уж не фальсифицировать. Я напоминаю, что вы слушаете особое мнение Максима Григорьева, члена Общественной палаты Российской Федерации, заместителя руководителя рабочей группы Общественной палаты по мониторингу избирательных прав граждан. Мы прервемся на две минуты, у нас реклама, через две минуты снова в студии. Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона работает Светлана Занько, напротив меня Максим Григорьев, заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по мониторингу избирательных прав граждан. И вот сегодня, когда мы записываем эту программу, я напоминаю, что это среда, 30 число, 30 августа, сегодня на круглом столе присутствовал Владимир Моторин, заместитель председателя избирательной комиссии Кировской области. То есть вот та рабочая группа, которая была создана на базе Общественной палаты Кировской области, она включает в себя члена избиркома. Нет, она не включает в себя члена избиркома. Он был приглашен. Для того, чтобы ознакомить членов рабочей группы с ходом избирательной кампании. Если бы у нас были бы и в Федеральной общественной палате, или в рабочей группе Кировской области были бы какие-то вопросы, а может быть были бы какие-то, так сказать, более серьезные моменты, может быть, какие-то были бы жалобы, они были бы сразу озвучены. И более того, общественность просто так или иначе ставила бы достаточно жестко эти вопросы перед избирательной комиссией. И я специально выступаю, я сделал, так сказать, специальный акцент на том, что открыта и горячая линия Общественной палаты Кировской области. Вот, кстати, вы можете продиктовать телефон для наших слушателей. Да, 45-01-05. Мы сейчас об этом скажем, что и горячая линия открыта, и сайт открыт, и мало того, вы договорились прямо вот тут на круглом столе, вы договорились с избиркомом Общественной палаты Кировской области, что будут телефоны федеральные. Он уже есть, я предлагаю всем радиослушателям зайти на сайт Общественной палаты, oprf.ru, там находится баннер на защите избирательные права граждан, можно в электронном виде отправить сообщение, нажав на этот баннер и внеся эти данные, мы свяжемся, разберемся, что и как, либо сделать это по телефону горячей линии, который указан на этом банде. И этот же баннер висит на сайте Общественной палаты Кировской области? Это можно сделать, это поступит непосредственно к нам, у нас есть возможности на центральную избирательную комиссию выйти напрямую, и естественно и правоохранительные органы, если необходимо, подключить, все возможности есть. И я знаю, что вы договорились прямо в ходе рабочей группы с Олегом Ткачевым, членом Кировской рабочей группы, о том, что статистические данные по жалобам, которые поступят, будут у нас тоже. Знаете, я бы даже более сказал. У нас есть очень хорошая практика работы таких вот наших рабочих групп, они по-разному называются, в разных регионах. Причем не сейчас, которые созданы, а те, которые 5-6 лет работают и даже раньше. А вот в ряде регионов общественные палаты становятся такой третейской площадкой для обсуждения взаимоотношений в избирательной кампании между кандидатами. Потому что юридическая оценка, согласно закону, у нас избирательная комиссия проводит, там суд. Наш вопрос, наш вопрос, это моральный авторитет общественности, мы можем морально-нравственную оценку подавать. Вот у нас есть примеры, когда общественным палатам удавалось, так сказать, за один стол сажать разных кандидатов, которые, может быть, даже уже где-то находятся на грани нарушений по отношению друг к другу, и своим авторитетам принуждать их к тому, чтобы они не выходили, так сказать, за эти грани. И это вот такая роль общественной палаты региональной, она очень серьезная, на мой взгляд. Вот сегодня такое ваше предложение прозвучало на рабочей группе, оно было принято с таким, я бы не сказала, что это было удивление, но просто не было такого опыта реального. И, конечно, все представили сразу, как это вот пришли два кандидата в общественную палату и начали договариваться между собой, что они не будут друг друга поливать вот с помощью черного пиара всем, чем только можно, что, да, достается из темных шкафов. Но это был бы любопытный опыт, и для нас, для представителей СМИ, просто бесценный, я вам скажу. Знаете, я бы даже ведь добавил, вот там у нас сегодня был действительно представитель избиркома вашего, точная цифра, сколько у нас идет избирательных кампаний на территории области. Это не только губернаторская. 44 плюс 4. Совершенно верно. Это огромное количество избирательных кампаний, которые идут на территории области, проводятся выборы и глав районов. Вот я вам даже приведу эти точные данные, вы не совсем точно сказали. Я сказала про избирательные участки. А, про избирательные участки, или даже, наверное, про районы. 44 района у вас в области. И 4 округа в Кирове. Совершенно верно. А вот у вас выборы проводятся, 77 глав сельских поселений у нас избирается, если не ошибаюсь. Вот 364 у нас кампании, где муниципальные депутаты, то есть городские и сельские поселения. 5058 кандидатов. Почему я об этом говорю? Мы считаем, что вот эта система общественного контроля должна быть не только на уровне области, но и выходить на уровень районов. Идеальный случай для нас, когда такие же группы создаются на уровне районов, и они занимаются своим уровнем выборов. И таким образом вот эта система именно общественного наблюдения, она становится такой стабилизирующей системой, про которую каждый кандидат думает. Вот если он где-то хочет нарушить какой-то закон, подкупить кого-то, или действительно какие-то еще сделать нарушения, мало ли там, что может произойти, или черный пиар использовать, он каждый раз будет думать, стоит ли это делать или не стоит. Вот поэтому мы и призываем, чтобы вот эта система наблюдения в Кировской области, она и работала и на уровне районов. Но сейчас мы понимаем, что к этим выборам готова только наблюдательная группа в городе Кирове, в общественной палате Кировской области, вот из ее членов состоящих. Я бы не говорил, наверное, в городе Кирове, потому что все-таки есть район, и кто-то в район, наверное, поедет. Пару районов, по-моему, не говорили. Второе, у вас же есть здесь общественные советы в некоторых муниципалитетах, я думаю, что они тоже будут подключены. А в-третьих, у нас особых иллюзий нет, понимаете, что тут поднимется сотни или тысячи организаций, и все как один пойдут наблюдать. Нет, наверное, это, вряд ли это будет. Но постепенно, на протяжении нескольких лет, я думаю, эта система оформится, как во многих других районах и регионах, и будет хорошо работать. Андрей Усенко сегодня совершенно справедливо и задал вопрос, поскольку впервые такая группа начала свою работу в Кировской области. А что, собственно, с этими рабочими группами после выборов, между выборами? Распускаемся и собираемся за месяц до новых? Ну, вот как он спросил, точно так же я ответил на сегодняшнее мероприятие и подробно объяснил. У нас выборы не заканчиваются ни в Российской Федерации, ни на территории Кировской области. Мы предполагаем, что эта работа будет постоянная составляющая деятельности Общественной палаты Кировской области. В следующем году выборы президента, в следующем году наверняка какие-то муниципалитеты у вас будут, потом будут выборы, рано или поздно законодательное собрание, будут выборы, какие-то перевыборы, довыборы кого-то. Это постоянная составляющая. Поэтому, на наш взгляд, они не создаются под выборы губернатора или под выборы в какой-то момент. Эта система работает давно. Просто в каких-то регионах она лучше, а в каких-то хуже. Потому что мы же опираемся на волонтеров. Никто не может заставить члена Общественной палаты Кировской области обязательно этим заниматься. Человек хочет заниматься, хочет нет. И мы сложным образом, постепенно пробуя разные подходы, мы постепенно находим людей, которым интересно самим этим заниматься. Они сами это делают. Они потом на нас выходят. Потом мы обмениваемся опытами, знакомим разные регионы, чтобы это работало. И постепенно она выкристаллизовывается снизу, эта система. Сегодня на круглом столе прозвучало предложение, я уже не помню от кого, ввести в рабочую группу избиркома, избирательной комиссии, ввести члена Общественной палаты. Да. С какими целями? Знаете, очень просто. Мы начинали вопрос как раз от того, что Общественная палата может быть такой третийской площадкой для обсуждения взаимоотношений, нарушений и ненарушений законодательства различных кандидатов. В том числе, естественно, мы не обходили вопрос жалоб, жалоб, которые попадают в избирательные комиссии. И я задавал как раз участвующему заместителю избирательной комиссии Владимиру Анатольевичу Моторину, задавал вопрос о жалобах, которые поступили к ним. И предложил в том числе, чтобы, что касается жалоб, ставили в известность в том числе и нашу рабочую группу, вашу, в Кировской области. И он прямо пригласил, чтобы член рабочей группы Общественной палаты вошел в группу соответствующей избирательной комиссии и участвовал во всех заседаниях, где эти жалобы рассматриваются. На мой взгляд, это более чем логично. Это означает, что Общественная палата будет в курсе любых вопросов, которые будут возникать. Тут больше открытости избиркома, наверное, тут и желать нечего. Такой опыт в других регионах есть? Такой опыт в других регионах. Более того, у нас есть примеры, когда, собственно говоря, члены избирательной комиссии одновременно являются членами Общественных палат регионов. То есть, понимаете, это ведь на федеральном уровне кажется, что иногда, да, некоторым кажется, что вот есть отдельно в регионах вот такие организации, есть такие организации, они отдельно все, надо их знакомить. Очень часто получается очень просто. Есть там 10 человек, ну там 25 человек активных на регионах, и на всех мероприятиях, ну я имею в виду по какой-то тематике, не всего 25 человек, а 25 человек по какой-то тематике. И кто бы ни проводил какие-то мероприятия на эту тему, все равно эти 25 и будут, потому что других нет. И поэтому на уровне регионов оказывается, что те люди, которые имеют отношение к какой-то профильной проблеме, они прекрасно друг друга знают, они прекрасно друг друга понимают. Они одновременно и в одном проекте участвуют, и в другой организации участвуют. Поэтому очень часто те, кто занимается избирательным законодательством, те, кто занимается наблюдением, конечно, они хорошо знают, собственно говоря, те, кто в том числе и в избирательных комиссиях. У нас избирательные комиссии, там, только часть людей оплачиваемые, да, а очень много в избирательных комиссиях людей, которые не являются какими-то оплачиваемыми. То есть, это их такая единовременная, да, какая-то работа. И очень часто одновременно эти люди и участвуют в других, естественно, не в тот же самый день, но участвуют в наблюдении. У нас остается буквально три минуты до завершения программы. Я напоминаю, что в студии Максим Григорьев, член Общественной палаты Российской Федерации и заместитель руководителя рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан на уровне Российской Федерации. Очень важно узнать избирателям, что же с их жалобами происходит, когда они пишут, например, на сайте Общественной палаты РФ. Зайдя по тому самому баннеру, который мы с вами представили людям, вот написали жалобу. В свободной форме, кстати. Что нужно там написать? Лучше, конечно, оставлять координаты для связи, чтобы можно было разобраться, чтобы можно было связаться и разобраться точно, что произошло, как и где. Ну и, конечно, как человеку к этому обращаться. Но если они этого не оставят, то, в общем, это, конечно, будет хуже, но тоже эта информация к нам, безусловно, поступит. И анонимные обращения вы тоже разбираете? В том числе анонимные обращения, если можно в этом разобраться, в чем-то, да, какая-то, то, безусловно, мы тоже их принимаем к сведению, то есть какую-то информацию мы можем запросить, мы можем связаться с избирком региона, с Общественной палатой региона, попросить их оценить какой-то вопрос, да, или взять под особое наблюдение. Как-то вы отвечаете конкретно этим людям, если они вставляют координаты, или просто принимаете сведения, куда-то направляете? Знаете, для нас важно здесь не бюрократия, а скорее для нас основное предупредить возможные нарушения. Основная задача у нас что-то сделать, не в переписку вот эту вот. Да, просто можно людям рассказать. Вот я написала жалобу, что я слышу, что я знаю. Да, то есть основная задача наша предупредить нарушение или разобраться, так сказать, если что-то сделали, кто в этом виноват и почему. Но, соответственно, что мы можем сделать? Мы можем, прежде всего, выходить на Общественную палату региона, на избирательную комиссию региона, уже в письменном, естественно, виде, в виде официального запроса члена Общественной палаты Российской Федерации. Мы можем выходить на Центральную избирательную комиссию, мы можем выходить по нарушениям серьезным на Генеральную прокуратуру, мы можем выходить на правоохранительные органы. Иногда мы это делаем очень оперативно. Когда мы видим, например, что в день выборов появляется информация о каком-то нарушении на конкретном избирательном участке, мы конкретно по этому участку пытаемся разобраться, что происходит. Если действительно там нарушения, то как их пресечь? — Ну вообще вот эта история, которую вы сегодня обсуждали в Кировской палате, что жалобы, которые поступают на уровень РФ, могут быть переданы хотя бы для статистики в общественную палату, она, мне кажется, и практична с той точки зрения, что человек, который из Кирова написал жалобы, он, в принципе, может узнать, ну что, ребята, вот здесь. Вы знаете, что я жаловался и что там решено? — Да, безусловно. — Потому что более доступны, потому что в провинции-то хочется прийти и лицо увидеть, может быть, человека. — Безусловно, поверьте, то, что поступит к нам в Федеральную общественную палату, безусловно, мы перешлем в том числе и в Кировскую общественную палату, но какие-то вещи, где необходимо наше решение, вмешательство наше, мы будем сами непосредственно вмешиваться. — Это очень интересная история, интересно будет посмотреть и проанализировать результаты работы рабочей группы, извините за тавтологию, по соблюдению избирательных прав граждан в Кировской области. Еще раз, это будет первый опыт вот на этих выборах. Мы обязательно проведем анализ прямо в этой студии, я уверена, с представителями общественной палаты. А я благодарю за участие в нашей программе Максима Григорьева, члена Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо, что пришли к нам. — Пожалуйста.